Молодой дворянин Егор Глумов мечтает об успехе, признании и власти, но пока все это лишь во сне. Мама, почему вы не пишете? Делайте, что вам говорят! Глумов умен, обаятелен и намерен выбиться в люди любыми способами. Он плетет хитроумные интриги и записывает все в личный дневник. Но чем все это для него обернется? Я буду вести летопись людской пошлости. Эта рукопись не предназначена для публики. Я один буду и автором, и читателем. Разве когда укреплюсь на прочном фундаменте, сделаю из нее извлечение. Спектакль «На всякого мудреца» довольно простоты по пьесе Александра Островского. 1 октября откроет новый театральный сезон в Вологодском драматическом театре. Жанр постановки по задумке главного режиссера – комедия в стиле танго. Танго на самом деле – это очень эмоциональная музыка. А во-вторых, она очень характерная музыка. Она разнохарактерная, я бы сказал. Мы пытались найти на каждого персонажа свое танго, чтобы этот танго соответствовал именно характеру этого персонажа, его ритму, его образу мыслей, его выразительности и так далее. И мне показалось, что у нас это немножко получилось. Спектакль готовится в двух составах. Как рассказали на пресс-конференции, они будут равнозначны, но совершенно не похожи друг на друга. Егора Глумова сыграют два новых актера – Александр Андреев и Иван Бобровников. Мы ставили спектакль «Бешеные деньги» на курсе «Дипломник». И вот там как раз тоже роль Глумова, которую я очень хотел сыграть, начал интересоваться Островским, перечитал практически все пьесы, которые были. Я заметил, что Глумов, он есть, вот про него пьеса целая написана. Я так поразился, мне так понравилась эта роль. И думаю, вот было бы здорово, если бы я ее сыграл когда-нибудь в своей карьере. И вот, получается, Владимир Витальевич звонит, говорит, будешь Глумова играть? Я говорю, спасибо большое, спасибо большое. Я говорю, чего ты благодаришь меня? Труппу Вологодского театра пополнили еще три актера – Виктория Хмелевская, Ольга Анделевка и Василий Воронков. Виктория Хмелевская вместе с Иваном Бобровниковым приехали в наш город из Воронежа. С Владимиром Витальевичем я познакомилась еще в институте, когда он приехал к нам. На втором курсе? На втором курсе, да. На первом? На первом. На первом курсе. Показывал тренинги, мы их выполняли. Иногда успешно, иногда не очень. И потом, на четвертом курсе, когда мы уже искали работу, Владимир Витальевич вновь посетил наш институт. Мы показывали отрывки с другим моим партнером. И мастер сказал, что это замечательный человек, мне стоит поехать сюда. В новом сезоне театр готовит еще одну премьеру – спектакль «Привычное дело» по мотивам повести Василия Белова. Также в этом сезоне вологодский зритель увидит уже знакомые укращения с троптивой, волки и овцы, семейка Крауза и другие. Привезут в Вологду свои спектакли и театры из разных городов России. На малой сцене будет показан спектакль Котловского драматического театра «Айседора». На основной сцене театра в октябре будет показан гастрольный спектакль «Гроза» академического театра имени Савиной Сыктывкара. Ну и постановка хорошо известного в Вологде по фестивалю «Голоса. История режиссера» режиссера Пермского театра «У моста» Сергея Федотова. Творческих планов на новый театральный сезон у руководства много. К 8 марта планируется выпустить спектакль «Весы», к 9 мая «Не покидай меня». Начнут подготовку и к юбилею театра. 1 ноября 2023 года ему исполнится 175 лет. Зрителей ждут сюрпризы. Какие, пока держатся в секрете. Карина Иршова, Алексей Сапегин, ВОК ДРФ.